Как найти опору в себе и передать на кого-то, перестать на кого-то надеяться? Понять очень простую вещь, что тот, на кого вы надеетесь, в любой момент времени, может, во-первых, отправиться в мир иной, Во-вторых, он может критически заболеть, в-третьих, он может послать вас куда подальше, что чаще всего и происходит Говорит, да пошел ты, мой хороший, куда подальше, да, у меня у самого тут жопа дырявая, не говоря уж о том, что по твоей жопе заботится Вот люди наши так устроены в основной своей массе, а посмотрите сейчас вокруг, что происходит Ведь эта ситуация с сокращением численности популяции двуногих на планете, она же произошла именно по причине того, что люди не любят себя Они не любят себя, и поэтому они пытаются каким-то образом повысить мнение о себе посредством унижения других И возвышения над другими, им через это становится немного полегче Вот, пожалуй, и все Все ли витамины человек может получать из эфира или какие-то надо пить отдельно Вот химические витаминки точно пить не надо ни разу, потому что никакой пользы они не приносят Об этом была целая передача, я рассказывал ранее Вообще химически синтезированные вещества Они могут принести в определенном смысле на кратковременной дистанции пользу Когда у вас есть критически мало времени для того, чтобы выполнить ряд определенных действий Поэтому антибиотики, анестетики, эти вещи могут применяться и могут быть применены В критических ситуациях Безусловно Но в основной своей массе для терапии хронических заболеваний Ни в коем случае химически синтезированные вещества принимать просто нельзя Да и достаточное количество заявлений тех, кто трудился на фармакологические компании Относительно того, что в фармкомпаниях вообще не ставится задача по исцелению двуногих от их хронических заболеваний Это что же называется спилить сук, на котором сидишь Так ходит пациент, покупает постоянно разное химическое говнище в аптеку Ходит и ходит, и тратит, и тратит, говорит, замечательно, говорит, он становится рабом Рабом этих химических препаратов Поэтому не ставится там ни разу такая задача, чтобы создать что-то, что человек может от чего-то вылечить Излечить, окончательно, говорит, это идиотизм Вот парацельсовская медицина и фармакологическая промышленность Она очень хорошо это понимает Что если она создаст что-то, что будет исцелять пациента Это потерянные деньги А самое главное, это не деньги потерянные А самое главное, это потерянное управление рабом через это Вот что потеряно, это катастрофа настоящая Поэтому это недопустимо ни в каком виде Поэтому все это для того, чтобы пациент Еще какие-нибудь болячки Там же большой достаточно список у нас побочных эффектов Начинать надо прямо наоборот То есть то, для чего предназначено, это побочный эффект А побочный эффект это основное назначение Поэтому брать и прикладывать некоторое количество ума к тому, чтобы прочесть вообще, о чем там собственно идет речь Владимир, скажите пожалуйста, откуда берется у детей лейкоз Почитайте, пожалуйста, очень простую книжку Уолш Нил Доланд Беседы с Богом Ча первая, вторая, третья и последняя четвертая книга Дома с Богом Там вы найдете ответы на очень многие вопросы В том числе и на эту Если мы рассмотрим ваш вопрос С точки зрения, с ментальной точки зрения То эти индивидуальности отождествляются с телесно-умственными аппаратами То есть зародышами Уже приходя сюда Исполнить задачу Исполнить задачу болящего ребенка Эта задача предназначена не для ребенка Эта задача предназначена для тех, кто страдает и его излечивает Это их задача Поэтому малые дети, как ангелы Приходят исполнять очень сложную задачу По научению тех, кто ухаживает за ними И получение им опыта Извлечения из этого опыта мудрости Если мы рассмотрим с физиологической точки зрения Каким образом ребенок получает то или иное заболевание Тем более, что вопрос-то часто задается Ну, он же невиновный ребенок Он же ничего плохого не сделал А ему уже такое говнище прилетело От мироздания Говорит, ну где, говорит, справедливость-то Божья Ну, во-первых, не написано, что Боженька хороший Во-вторых, что такое справедливость Это очень такой скользкий вопрос У каждого это справедливость своя Но, как я уже объяснил Дети приходят сюда Индивидуальности отождествляются с телесно-умственными аппаратами Зная свои задачи А задачи ментальные Именно те, чтобы Преподать определенный урок Быть тренажером для своих родителей Или тех, кто, собственно, занимается с больными Так вот, с биологической точки зрения Откуда же берутся эти заболевания? Так вот, заболевания берутся от страха родителей Которые ведут их к врачам Которые рекомендуют сделать детям Защитные мероприятия Всякие вот эти вот защитные мероприятия Вы понимаете, о чем я говорю С самого раннего детства Поэтому удивляться здесь абсолютно нечего Практически каждую неделю Ко мне обращаются Записываются на консультации С детьми Которые получили Серьезные хронические заболевания И причина этих заболеваний Заключается именно в том Что родителям рассказали о том Что детей нужно, так сказать, защитить Защитить от того От чего они еще ни разу и не заболели Но защитить нужно уже сегодня А вот что содержится в этих защитных составах Я не буду называть это слово Как это называется Е*** очень не любит И критически он относится к этому делу Вы можете посмотреть на нашем канале В телеграме На нашем канале Там есть заявления и рассказы Сертифицированных специалистов То есть профессионалов В этом вопросе То есть иммунолог Которые прямым открытым текстом Рассказывают Что это такое Что это за афера А также можно посмотреть Очень интересные два документальных фильма Роберта Де Ниро У которого ребенок Собственно у него случился аутизм По этой же самой причине Он снял два фильма И эти фильмы запретили к прокату К прокату Не буду называть здесь названия этих фильмов Кому надо тот найдет И опять таки все это есть На нашем канале В Бастионе Напомню сейчас В Бастионе выкладываю Большое количество интересных фильмов И передачи других И вообще переношу контент На Бастион Потому что с *** У нас мало-помалу Случается Такой стратегический Запор Особенно на территории Бывших стран Советского Союза Через какое-то время Наверняка Они все-таки Отключат И *** И Телеграм И *** Тоже Но Понимание приходит с опытом А опыт сын ошибок Трудных Очень многие пишут Да что Говорит вы Владимир Какие ерунду какую-то Говорит Тут рассказываете нам Говорит *** Никогда не отключу Никогда Так Никогда Ну Да хоть небо синее Никто же не против Хоть солнце синее Значит Владимир Подруга Надышалась Дымом От чего От пожара Уже 10 месяцев Не может Восстановиться Полетел Весь организм Лечение не помогает А конечно А как лечение Может помочь Лечение не предназначено Для того Чтобы Исцелить Индивидуло Лечение Предназначено Для того Чтобы лечить До самой смерти Для этого Предназначены Химические препараты Они предназначены Для того Чтобы Лечить 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 И не останавливаться А добавлять Еще дополнительные заболевания поэтому ваша подруга если она изъявит собственное намерение может записаться на консультацию консультацию можно записаться через юлю дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание что делать если мать всю жизнь попрекает что я в детстве болела и этим мешала есть спокойно делать и сказать следующее что моя хорошая ну-ка ответь к этому не на один вопрос я тебя вообще просила меня рожать ты для кого меня родила то вообще для себя родила а сейчас ты мне предъявляешь претензии по поводу того что ты родила меня для себя я тебя об этом не просила а сейчас ты недовольна тем что тебе пришлось мной заниматься то что старая совсем очумела на старости лет у тебя как с головой то может тебе в дурку пара я думаю что вот только так и здесь ни о каких либеральных разговоров вот этих вот демократических разговоров знаете если вам родители выдвигают подобные требования то никакой речи о каких-то питьеватых выражениях красивых и быть не может все сказать прямо четко ясно и понятно при этом не над конечно там обстывать человека называть нехорошими словами все объяснить как есть при прямо и открыто своими словами не просил тебя меня рожать родила значит вот себе повесила заботы на шею ты все как полюбить себя и перестать самопроклятиями заниматься сам проклятие это случаются тогда когда вы в сравнительных формах себя сравниваете с другими часто очень люди говорят о я хуже чем соседу я хуже чем начальник почему я такой неудачный у других есть деньги и крутая тачка почему у других мужья такие хорошие богатые банкиры а у меня такой муж плохой или почему у меня жена с такими страшными сиськами с обислой жопой а у соседа а такая классная телка с толстой задницей большими сиськами понимаете что вообще о чем вы размышляете вы живете в сравнительных формах эти сравнительные формы социальные системы постоянно насаждаются вам подсовывают глянцевые журналы вам подсовывают разные фильмы в котором вы видите как другие совершенно замечательно где-то там живут они такие счастливые все время улыбаются но вы нам просто не знаете насколько несчастливые некоторые те кого вы думаете что они офигенно какие счастливые например там разные всякие банкиры чиновники вы что думаете они счастливые да они в 10 раз несчастливее чем вы у них есть еще одна задача если у вас нет финансовых средств и вы сравниваете свое финансовое положение с финансовым положением других и думаете что там очень много богатых людей которые счастливы вы глубоко заблуждаетесь они еще больше не счастливы потому что у них есть еще одна забота помимо вашей ваша забота заключается в том что у вас денег нету и вы страдаете по поводу того что они есть у вашего соседа а сосед у которого есть деньги страдает что у него их недостаточно и есть еще страдание по поводу того чтобы сделать так чтобы не эти деньги не потерять понимаете Потому что вот это вообще катастрофа, если они куда-то пропадут, кто-то отберет, его посадят в тюрьму, все это нажитое честным и не очень, так сказать, честным путем приватизирует государство прихват. А это все вот в ближайшие времена как раз все и случается. Посмотрите внимание на все события, которые у нас происходят, чего у нас пишут про разных всяких вот этих вот чиновников и так далее. Посмотрите, как замечательно. Для них уже есть прекрасные, хорошие, теплые места в ГУЛАГе, в новом, отреставрированном со времен Иосифа Виссарионовича и Лаврентий Палыча. Там все приготовлено для того, чтобы они строили новый БАМ. Как перестать сожалеть об упущенных возможностях? Вы не могли упустить никаких возможностей. Упустить вообще что-либо невозможно. Все всегда происходит вовремя и все всегда происходит правильно. Если вы думаете по поводу того, каким образом улучшить свою жизнь, то необходимо посмотреть фильм, который называется «Полианна». Начните рассматривать все события, которые происходят вокруг вас, не только в негативном ключе, вставляя себя еще в эти события в сравнительных формах. Уберите себя из этих сравнительных формах. Начните рассматривать все происходящее вокруг вас, несколько иначе, не только с негативной, но и с позитивной точки зрения. И ваша жизнь начнет меняться. Полианна. Посмотрите. Вы правильно заметили, никто не говорил, что Боженька хороший. Тогда нам навязали идею, что он хороший. Нам не просто навязали идею. Знаете, такое выражение есть? Разделяй и властвуй. А для того, чтобы разделить, необходимо что сделать? Необходимо создать черта. И сказать «Во всем виноват черт». Рабу же надо списать свои неудачи на кого-нибудь, а списать удобно на черта. На какого? Гипотетического такого. Причем они говорят «Вот во всем черт виноват». А Боженька такой он ни при чем. Он такой, знаете, в носу ковырял, сидел, такой. А там черт грязными делами занимается. А хороший Боженька вот этот на небе сидит, говорит, в носу ковыряет, не видит. Что, говорит, рогатый там, говорит, делает какие-то нашептывает, да? Обмари, убей, значит, прелюбодействуй и всякое такое прочее. Говорит, вот, говорит, это во всем черт виноват. А Боженька он хороший. Да, он там с трезубцем сидит, в носу ковыряет, то в носу, то в жопе ковыряет. Хрен его поймешь, где ковыряет, но ни хрена не видит, чем черт занимается. Говорит, фигня какая-то получается нездоровая вообще с этим чертом. Так вот, дорогие мои, кто думает о том, что черти существуют? Да, черт существует, только в вашем воображении этот черт существует. Он такой виртуальный черт такой, потому что вам выгодно списывать на него. Вы не готовы брать ответственность за собственную жизнь, на свою собственную унылую задницу. Вот и все. Поэтому не берете ответственность, хотите списать на какого-то черта, а священники вам подскажут. Говорит, мой хороший, говорит, иди сюда, денег положи, свечки купи, записочки сделай. Говорит, все, приходи почаще, говорит, мы тебя отмажем от этого черта и боженьки позвони. У меня там красный телефон в келье есть, говорит, с боженькой прямая связь. Я ему сейчас позвоню, скажу, Василий хороший, говорит, да, он иногда обсирается, Василий, да. Но вообще он хороший, он такой кокош, говорит, денег приносит, говорит, на икру, говорит, хватает, с колбаской, да, мне, говорит, вот с этих Ивановичей дураков собирать. Ну, я ничего против церквей-то не имею, вы поймите правильно, они выполняют хорошую работу, они рабы, и выполняют хорошую работу. Потому что вот этих вот простолюдинов, туповатых, их надо постоянно бить и по голове, сначала по жопе, а потом по голове. Поэтому они тоже божью работу выполняют, безусловно, очень полезную, называется, научи от противного, через страдания. А по-другому что-то мало кто учится у нас без страданий, все хотят учиться исключительно через страдания, по-другому никак не получается научиться, почему? Все исключительно так. Так вот, возвращаясь к вопросу, взяли и разделили церковники, они говорят, вот это, говорит, черт, он плохой, а вот это, говорит, боженька, он хороший. А если черта нету, а есть только боженька, как же вас ошкуривать, как же привлекать вас в качестве паства, в качестве посетителей этих замечательных заведений, самых разнообразных, столько конфессий у нас разнообразных, и все предлагают примерно одно и то же, спасение. Они вас спасают от тех угроз и тех страхов, которые сами же и создают и навязывают. Мне вам сначала рассказали о том, что вам будет полная жопа, если так вы сдохнете, будет полная жопа, вы будете страдать еще нахрен больше, чем здесь. Кстати, помимо, скажем так, за рамками этого уравнения буддизма, про буддизм я тоже расскажу отдельно. А остальные религии, они так и говорят, ну, он говорит, сейчас, говорит, делай то, что мы тебе говорим, тогда после того, как ты подохнешь, он говорит, все будет замечательно. Ты, возможно, попадешь в рай, если прям будешь делать все точно так, как мы тебе говорим, приносить денежки и все остальное делать, как мы тебе говорим. Он говорит, служи, говорит, нам здесь и сейчас. Говорит, тогда мы за тебя слово замовы. Раньше вообще были индульгенции. Если кто знает, что такое индульгенция. То есть, если вы насильник, педофил, убийца, если вы пожиратель младенцев, вырываете у них сердца, насилуете только что родившихся мальчиков и девочек, раньше, в старые добрые времена, вы могли совершенно спокойно прийти к какому-нибудь очень большому сану. Если вы очень богатый, ну, типа белогейца, там, или безоса, или там разного всякого педроса, да, которому тоже обламывается с барского стола. То есть, вот вы пришли такие, и, кстати, да, говорит, педофил, убийца, говорит, но индульгенцию хочу. Говорит, да не вопрос, мой хороший. Говорит, сейчас мы тебе такой ритуал проведем. Говорит, боженьке позвоним, говорит, но ты должен отписать земли, отдать свое золото нам, отписать земли, и тогда мы тебе сделаем индульгенцию перед боженькой. И боженька простит тебя за убийство, за изнасилование и пожирание детей, за все простит тебя. Только вот тебе правила по поводу индульгенции, вот что нужно сделать, переписывай на нас свои, так сказать, замки, переписывай на нас свои земли, себе можешь один замок оставить, остальные переписывай на нас. Там будут жить правильные аббаты, да. Вот так. Посмотрите внимательно, что такое индульгенция. У вас просто забыли об этом. Поэтому сейчас большинство даже не знают, что это за слово такое. А раньше оно очень даже в ходу было. Поэтому в различных религиях индульгенция существовала, особенно в... Она существует и сейчас. Только не для... Понимаете? И тоже это продавцы воздуха называется. Это офигенная вообще бизнес-схема. Продавцы воздуха. То есть вас сначала напугали, а потом вас спасают от ваших же страхов. Вот и все. И это касается не только религиозных вот этих вот бизнес-проектов. Это касается и вот этих бизнес-проектов, которые сейчас у нас полным ходом идут. В том числе и овсо, с которого у нас, собственно, вот эта передача началась. То же самое. А что же тут непонятного-то? По-моему, ежи уже тамбовские прекрасно понимают, что происходит. А у нас некоторые твердолобы до сих пор бьются, так сказать, ночью об железной спинке своих кроватей. Силит понять относительно того, с чего бы это у него здоровье испортилось после принятия защитных мероприятий. Как это так, говорит? Говорит, государство обо мне заботится. Я все сделал, как сказали, а мне стало хуже. Что за ерунда такая, говорит? Не может быть. Не могу понять. Так, случилось так, случайно. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok